Я с вами согласен, как мы начали работать с ХМАО на рубеже 2018 года, в конце 17-го, и мы очень сильно соревновались в этом вопросе с конкурентом «Нам-БАМ». И вот эти нюансы, что делать, просто «Нам-БАМ» был критический. На рубеже ситуации мы все ни к нему не решили. Как делать? Ключевым было то, что «БАМ» согласился с финансированием проекта в муниципальном образовании. То есть, другие, как правило, считают, как может быть, большим, минимум 10 миллиардов, и надо хотя бы 10 школ сразу разобрать проект собрать. Вот такая вот. Мы это никак не решили. Соответственно, в начале 18-го года мы в первый раз сели на стол переговоров, с половиной все сделаем в конце. Дальше мы почти 9 месяцев отражали само, сам текст соглашения, которое нам, по-моему, было. Но в декабре месяце мы наши первые писатели инвесторов, готовились в медленном участке и того подобное. Но в декабре месяце, в ноябре месяце мы первые концессии заключили, нет, в ноябре месяце мы подались, а в декабре мы вышли на кредитный комитет с первого дня школы. Сейчас у нас еще плюс пять, плюс восемь. Восемь шмолок у нас есть стандартный комитет. Для меня сделали этот договор о финансировании. Собственно, если концессия заключена, договор о финансировании есть, то дальше пошла уже работа, пошла уже. Мы будем участвовать деньги возвращать, то есть там кредит возвращается через бюджетные деньги. Правильно. Я сказал, что это стройка для бюджета, раз и в очередь. Это стройка для бюджета, раз и в очередь. Инфраструктурная ипотека. Хотите другим словом сказать еще? Какой процент для бюджета? Сколько? Какой процент для бюджета? Какая ставка процентов? Машу применим, что? Сперпанк заработал 832 миллиарда рублей. Это не значит, что он готов имел определиться как спонсор, хотя спонсор для бюджета. Но на 50% нам дали государству. Еще 50% на правильное развитие. Сколько имеет Сперпанк только по фирме? Можно? Конечно. А ставка еще раз? Если про ставку вопрос, ставка и финансирование, было 10 на 30 слоев. Я хотел подождать по поводу предыдущего вопроса. Мне кажется, речь там шла о том, есть ли, возникает ли ситуация, когда происходит некие косы между обязательствами распределить и заплатить банку и поступлением бюджетных средств с федеральным центром? Вот так. Давайте так. Чтобы не было таких, мы можем беспокоиться, таких кассовых разрывов. еще раз, нету. Изначально хмалу не забиваются при деньги федеральных бюджетов. Он сначала смотрит на свою собственную программу, недвержденную, там все естественно, глобальные репты и так далее. То есть он смотрит только на тот период времени, как это уже запланировано в программе с учительами финансирования. То есть есть федеральные программы со финансированием. Соответственно, этот малый бюджет рассчитывает в 20 апреля, что до 25-го года он получит вот такую сумму на РИДСКО. То есть может возникнуть ситуация, что этих денег не окажется, в какой момент времени. Граждан конкретный квартал. Но здесь для нас, для банк, это очень важно. Поэтому единственное, что мы делаем в этой части, мы до начала череноги, на осень года, по-моему, в каком-то декабре, мы должны быть убеждены, что денежные средства забюджетированы. То есть мы же можем заранее на это смотреть. Мы же бюджет же доступны документы. Если мы видим, что деньги есть в бюджете, мы все равно не продолжаем. Если денег нет в бюджете, мы можем начать процедуру с обженением. Ну и практики какой-то еще нет, но мы единственное, что мы в рамках этого проекта считаем, что там на срочный квартал может быть, то есть в течение требований СССР по резерве. Если больше, тогда нам придется заряжать процедуруемость на расторжение соглашения. Так вообще все рассчитано именно на то, что будет достаточно реактивный оплата. А есть вообще возможность спланировать финансирование до конца действия проекта, до конца действия соглашения? Не только на текущий план финансирования, но вплоть до начальника соглашения. Ну вот смотрите, федеральные программы утверждены. Там по идее деньги есть, но они каждый год еще превращаются в бюджетные обязательства. Правильно? Мы можем за этим следить, и на горизонте трех лет можем по крайней мере следить эту историю. Сама программа 25 года. Дальше мы на основе этой программы федеральной утвердили программу Кантомансийского автономорока до 25 года. То есть это еще не расходные обязательства, не бюджетные обязательства, но уже расходные. Вот видите, постановление проезда принято. А мы ссылки не давали здесь на постановление проезда. Ну просто там Кантомансийский автономорок в итоге выпустил постановление проезда, в котором прям удивительные программы, соответственно, вот эти оригиналы, и сами текстно-концессионные соглашения у муниципалу делаете вот так. Если у вас форма такая, то делаете вот так. Ну, у Минобразования в республике есть программа Кантомансийского автономорока, в самой этой программе есть текстно-конглашения и есть рекомендация. Это публичный документ, мы можем ссылку на документы можете выскочить. Таким образом, у нас есть, по крайней мере, программа Кантомансийского автономного округа, в котором указаны эти оплаты, и программа муниципалитета, по, собственно говоря, финансированию соглашения, традиционного соглашения и создания объектов. Она тоже, если можно, я говорю, 5% от всей службы платит муниципалитет, как бы его задача за финансирование проекта создания школы. Ну или больше, если он каких-то дополнительных опций к этой школе попросил. Я вот еще хотела по ставке добавить, потому что по ставку задают вопросы все есть всегда, но вот в Сбербанке принято правило, что в рамках консессионных соглашений мы для цены образования используем не рейтинг проектной компании, а рейтинг субъекта или рейтинг муниципалитета. У нас в республиках осталось очень дорожным финансовым положением, поэтому по вам мы ожидаем очень хорошие ставки по этим проектам. Все-таки вопрос, удорожание, все-таки получается, федералы, удорожание за третий? Нет, федералы, сейчас я объясню, федералы вообще ничего. Федералы говорят так, мой аренд соединиться с учебным местом 700 тысяч рублей. Нет, сейчас 700 тысяч рублей за создание одного ученического места, никаких подражаний нет. Вот ведь в принципе можно построить за 700 тысяч рублей. Регионы брали за 700 тысяч, одно ученическое место построить нельзя. Федерация по региону, и так же остальное решается. Но таким образом, федерация независима от того, сколько ты потратил на объект, заплатит тебе за одно ученическое место за 700 тысяч рублей. Поэтому и получается, что нельзя четко сказать, в каком проценте федерация рефинансировала этот проект. Потому что федерация вкладывает подчетную единичную расценку. То есть, регион должен еще вылупить? Да, регион, кто-то плавал. Вот смотрите, если бы у регионов получилось, что у него единичная расценка миллион 180, на одно ученическое место, из них 700 тысяч открывает, соответственно, федеральный бюджет, и 5 процентов от этой суммы от гривенов 180, 500, 200, 500. 12 лет. Значит, у него приходит примерно на 4 рубля своих 7, 7 с половиной рублей или федерация. 5 процентов соглашусь. А при кредитовании это еще плюс 200 процентов. То есть, полтора будет уже. Согласен, да. Правильно. планирует бюджет? Ну, я не учел 100 процентов, они проценты тоже субсидированы. Они 100 процентов тоже субсидированы. Ну, не важно, можно взять на счет, надо посмотреть с учетом на счет. Время. И так вот в судьбе после полтора выделить, чтобы не отходить, что... Три дороги минусы на 30 процентов. То есть, 500 тысяч это сегодня, а через 5 лет с учетами подписаться. Я стараюсь сейчас а финансировать получаем и расплачиваем с вами с учетом подписаться с тем, что получим больше, и подорожание, возможно, одно из них будет 30 процентов. Понятно. Это лучше делать на конкретных моделях. Лучше взять конкретную модель. Свою модель финансовую шаблонную. Мы устраиваем механизм на самом бюджетной эффективности, на всякий случай для, так сказать, уверенности, включаем подальше времени расчет на основе методики самим преимущественным расчетом завтра сделать все-таки мы делали модель. Можно сказать, что это реконструкция нашего школ в Нижнем Новгороде. И если вы считаете удорожание как прямое удорожание, то сумму, которую вы заплатите на конце, по отношению к той, которую вы делали подвозной классу, у нас получилось всего 5 концентов, даже меньше, чем 100. Мы делали расчет на 7 лет или на 5 лет. Ну, в общем, не такой длинный срок, но удорожание получилось совсем дальше. Далее есть еще от срока сколько он будет срок и какие-нибудь используются церкви искательства А, например, контрольная учетная палата есть потребность создания шагов. Не целевое что было? Вместо руля построить работают. В этом же судя проекта. Ну, вы готовы у вас предательства нет, у меня не было эффекта, я предательства признаюсь, не буду. Вообще довольно странно, что пришел и сказал, знаете, устроить школу этот лоб. Давайте заперывайте ее, я честно говорю, если нет фактов коррупции и целевого использования, такие проекты точно так же должны сделать. Пробно сказать, наш банн осуществляет расчеты по финансированию школы на 100 трёх уэсов. Мы смотрим, чтобы эти стройки не уходили. Плюс есть контролирующий корпус со стороны муниципального образования, которые тоже подписывали. По факту компенсация рассчитывается с момента подписания согласования по кресту. Если согласовав это идет за счет, а по граецу не согласовало. Ничего не может быть. не еще раз не было никаких инцидентов, но я сразу пытался спросить, нашел того механизма, который меня за с до причиной я работал У меня были валютные кредиты на балансе, точнее очень дешевые. Европейский банк, инструкция развития там, еще другие иностранные банки. Я в них получил кредиты по ставкам, например, 0,0 процента этой дороги. Но они валютные. Это проблема. У меня тут валютный процентный слог, что-то за рейджировать свою ситуацию. Это было в 2013-2012 году. В 2014, как помните, возникла вот эта история у нас с резким изменением курса на евро. На этот момент у меня были куплены валютные проценты слабые, по которым я, соответственно, делал отчисления к банку, это годный сакс, но он не фиксировал курсы на каждый расчетный период, когда у меня состоялась очередная вот эта банка. И на начало 2014-го года этот курс был выше, чем рыночный курс на Крыму. На конец этот курс был принципиально ниже, чем курс, соответственно, на рынке, потому что мы в 20 раз оценились на период, а за этот период к рейджу. Ко мне пришел к контролю резионного управления. Проверяем. Ну, первое, что она меня заширенила. Да, проверяем. Проверяем 1-2014-го года. У нее срок. 1-2014-го года. И там надо же так думать, что в этом контракте на английском языке в переводе на рост. Вот там и так были обозначены суммы убыток или прибыли. Прибыль – это то, что я доплачиваю в смысле разницы между расчетным курсом и утвержденным соглашением. А прибыль – это то, что он мне доплачивает, если разница в мою пользу, соответственно. И вот у меня на 1-2014-го года убыток. Мы заключили валютный процентный контракт. А вот этот процентный скоп. Доверяем 2-2014-го года. Пожалуйста. Вот вам замечание. Что там еще? И что-то там нерзаверное приятие. Хотя на дворе уже 15-й год. И все. Все. Акты так и не прописал. И вот потом в СМИ удаловаться. И журналисты написали огромную статью, что это чуть ли не единственное предприятие в стране, которое только среди государств подготовилось огромным образом к кризисам. Да не важно. Я потом проверяю, когда все закончилось. Я говорю, слушай, а если ты еще и четвертый год проверял, что бы ты мне тогда сказал? Собственно, там уже прибыль. Он говорит, а тогда бы я сказал, что ты занимаешься не уставной деятельностью. Ты не зарабатываешь на валютных процентов салфа, а это к твоему салфетическому отношению не имеет. Я точно знаю, что все, что нам решает причины, это страх. Страх непонтролирующей неровности. Страх непонтролирующей системы, страх и так далее. Конечно, его у нас не убавится от того, что произойдет сейчас. Даже, может быть, два образа, один процесс. Я надеюсь, это два образа, потому что тут немножко, да, начнется, да, улучшительство. Но, тем не менее, это нормально. Затягивает опять. Виктор Виктор Викторе, у нас всегда у вас там структурную группу царапевтической части и в какой-то переходе финансового наследства. Да, понятно. Интересно. Коллеги, может, мы все-таки кейсы разберем, если у вас есть желание, а не финансовое спектр или как лучше сделать? Скажем. Может, пожелание аудитории будет? Разобрать кейсы? Да. Разобрать кейсы. Разобрать кейсы, да, давайте. Давайте, ЖКХ. Да, дальше, ЖКХ. А мы как перерыв делаем перед следующей частью? Перерыв надо? Надо перерыв сказать? Надо, надо ЖКХ. Давай. Хорошо. Да, что вы делаете? У нас международская областная коммунальная компания. У меня будет два кейса ЖКХ. Первый кейс – это Нижегородская областная коммунальная компания. Да. А второй кейс – это Нижегородский водоканал. В свое время, может быть, вы знаете, кто такой министр ЖКХ в Нижегородской области ПАЭ. Он сейчас работает во Владимире, заместителем губернатора. Когда только появилось дело концессии, он что сделал? Ну, все мы знаем, что те предприятия, которые осуществляют техническое хосведение, да, мы покупаем, они не могут заключать концессии. А концессия позволяет уйти от предельников. Да, это хороший инструмент, чтобы повысить тариф и на взгляне исправильного тарифа делать нормальные инвестиции. Он, значит, сделал таким образом, что Нижегородская областная коммунальная компания и Нижегородский водоканал стали АО – акционерными обществами. Но они, на самом деле, на 100% принадлежат приликости Нижегородской области. Вот. Соответственно, они, как юридические лица, уже могли заключать концессионные соглашения. И здесь отличие в том, что мы уже входили в сделку при заключенных концессионных соглашениях, что это касается и Нижегородского водоканала, и Нижегородской областной коммунальной компании. Особенность вот этой сделки в том, что возврат мы получали за счет плата изгадной соединения кадетского училища. Ну и, соответственно, сейчас у нас, ну, сумма была убедена. Сейчас она уже фактически там уменьшилась на сумму выплаты из бюджета. Все остальное возвращалось за счет тарифа. Вообще, ну, в Нижегородской области… Я вот буду еще представить. Да, я работаю в Нижнем Новгороде, но курирую 9 территорий. У нас есть команды, которые занимаются только в ДЧП и концессии. В общем, мы собираемся на проект от начала до конца. Нам нужно приходить с уровня идей. Мы готовы жить с клиентом. Ну, собственно говоря, так и есть. Если Виктор Викторович у нас просто подключается, когда у нас кризисные ситуации, очень, ну, обострение случается, либо в начале, либо в конце, либо в середине, то мы ведем проект от начала до конца и послушаем из себя все, что можно и нельзя. Но я вам хочу сказать, что даже пройдя очень трудный путь, вот у нас есть клиент в Мариел, с которым мы пришли очень трудный путь, даже пройдя трудный путь в Нижегородской областной компании, клиенты приходят к нам обратно и говорят, что мы хотим сделать очередную концессию. Я не знаю, почему возникает вот такая любовь через боль буквально, да, в буквальном смысле этого слова, у инвесторов именно. То есть это не то, что даже концидент их просит. Нет, это дальше хочет продолжать сам инвестор. Даже если концидент уже говорит, что, ребят, мне этого инвестора не надо, давайте кого-нибудь другого. Инвестор говорит, нет, я хочу, давайте в другие районы посмотрим, может быть в другие области даже. Сумма проекта 60 миллионов, это не такая большая сумма в Мариел, сумма проекта была 26 миллионов, точнее 24 миллиона. 24 миллиона, сумма проекта мы сейчас выполняем отлагательные условия с клиентом. Заключаем кредитную документацию, выходим на финансирование. Еще один такой нюанс, который я хотела сказать. Вот каждый раз, когда структурируешь проект, да, и выходишь на финал, тебе кажется, что теперь ты про процессии точно знаешь все. Ты сделал все ошибки, которые можно сделать. Больше никогда их не повторишь. Но каждый раз появляются какие-то новые ошибки. Я вам хочу еще раз сказать, какие ошибки были в моей жизни. Первая такая яркая ошибка, с которой мы столкнулись, это когда инвестор наш забыл про МДС. Как бы это смешно ни звучало, да, это было очень больно по слезу. Когда мы выяснили, что он упрощенный системный налоговложение, он переходит на концессию, а концессия подразумевает, что вы будете вести эту деятельность в МДС. Это удорожание автоматически проекта на 20%. Но я вам хочу сказать, как мы вышли из ситуации. То есть мы уже были на достаточно глубоких переговорах. И все-таки мы сели с инвестором, и я начала спрашивать, ну, ты же не просто так туда зашел. У тебя, ну, по-любому был какой-то интерес, да? Не может быть такого, что ты сейчас пойдешь в проект и знаешь, что у тебя там минус 20%. Что он ответил? Он ответил, что он пошел в проект не только из-за права предоставлять услуги теплоснабжения, получать перерывную ручку, но и осуществить, в общем, осуществить установку приборов учета. Вот. И мы, на самом деле, смогли обосновать нашим риском, что этот доход он получит, и это перекроет разницу от 20% предостатки МДС. То есть мало того, что государство получило проект на 20% дешевле, это не заложено в тарифе, да? Так, ну, по идее, инвестор зашел в этот проект даже на других условиях. А что еще важно в тех, в тех, в тех летах, что, почему это боль? Потому что контекция закончена, и в течение года мы не можем вносить туда никакие изменения вообще. То есть это тоже надо помнить, что, вот, почему важно договориться всем до подписания. Вот обычно оторвается, там, к формулу питерскому написать надо обязательно, к Сочинскому, да? То есть два месяца до форума приходит министр и говорит, так, Наталья, давай срочно, проект надо подписать на форуме. Два месяца осталось. Мы понимаем, что лучше мы, там, на следующий Сочинский форум это сделаем, или на июне, там, в Сочинский шеф-форуме в Питерске, в июне, ну, хотя бы в Питерскому. Потому что всем нужно договориться сторонам до того, как вы это ставите в подписи. Если сроки действительно горят, можно договориться по существенным условиям. Вот о которых Виктор Викторович говорил. Существенные условия – это те, которые можно изменять только по согласованию с ФАС. А ФАС меняет концессию только по трём основаниям. Первое – это изменение законодательства. Второе – это форс-мажор. Третье – решение суда. И всё, больше оснований для изменения, для внесения извинений в существенные условия у ФАСа нет. И вот я, когда приезжаю в регион, я спрашиваю, у вас вот ФАС, он идёт на переговоры, или он вообще не идёт на переговоры? И чаще всего ФАС, он такой достаточно консервативный. Поэтому в чаще существенных условиях – это сто процентов, нам договориться. можно вопрос, да? Вот там написано, что всё-таки платят конденское училище в подпись. Вот это реально, что он платит? Это плата за присоединение, да? Это реально? Нет, не заставили его платить. Нет, не заставили его платить. Деньги для детского училища заложены в бюджет. Уже это понимаете. А? А? У него выключили к теплу. У него выключили к теплу. Снова платить? Да. Из-за этого они платили 52 миллиона? Ну, да. Так и есть. Так и есть. Извинения закрывались. Плата меня тоже удивила, но это так и есть. Деньги были заложены в бюджет, иначе мы с этим проектом не прошли через службу рисков. И деньги, более того, они выключены. То есть мало того, что мы не задевались, что бата очень решает, какая-то непременно решает, второе, деньги выключены. Просто у вас немножко написала, ну, смысленно, как будто бы под кадетскому корпусу еще какие-то подключения субабонентами осуществлялись, а они за это платили, что платили на кадетах. Это, конечно, да. Нет, нормально описано. Плата за подключение. А, это было известно, что они так, ну, спорщат. Иначе мы нам не оплатили за голосовальный комитет. А, они получают... А откуда такая сумма, эти 60 миллионов за подключение? Это уже отношение между бюджетом, да, и нищего родственной компанией. То есть в обоснование суммы банк не лезет в обоснование платы за подключение. Никуда. Даже по теме, что у них нет, изначально. Семь энергетических калорий лет 50-50 для средней юргисты, да. 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 Да.